Привет, дорогие друзья! Что-то Петя не приехал вроде бы как, ну на момент, пока записывается это видео, а у меня видео выходит бывает через 5, через 10 часов и даже через 30 часов после того, как оно записано, поэтому вы не удивляетесь, когда там разное время стоит, да? В общем, на момент, пока записывается это видео, Петя не приехал в Александровскую больницу в городе Киеве. А это странно, потому что на самом деле он должен был приехать еще 3 часа назад. По всей видимости, наша запись в соцсетях смутила Петра Алексеевича, и он не приехал, зато мы знаем, куда он приедет в следующий раз. А что ж он, официант, что он там вдвоем берет? А ты не был, когда вот ходила, наверное, на той неделе, тебе вообще 50 было? Когда эти разгоняли? Так а во сколько завтра Петя? Так чур, цена, я не знаю. Сказали завтра, вторник, среда. А что он будет открывать? Не знаю, в этот корпус он будет рядом с одной заходить, а так он той, 9-этажный, там одно отделение, и 6-й там корпус будет, этот самый, там сделали тоже отделение, хоспис, это уже такие доходяйки. Доходяй, им прилик доходя, ну вот так? Доходяй, там же будут такие доходяйки, когда они попадут с улицы, там попадут, знаешь, какие-то там деревья. Вторник, среда, то есть все еще возможен вариант, что он таки приедет, но может быть завтра. По поводу того, что доходяй, для доходяй хоспис открывают, то есть там не будет людей с улицы, там будут, конечно, люди, которые платят хорошие деньги. Ну, наверное, представлено это будет как бесплатное, конечно же. Вы же знаете, что очень многое изменилось благодаря реформе медицинской. Ну, ролик не о том, поехали дальше. Там уже, наверное, оттуда с администрацией. Открывать будет, получается, корпус или что-то там? Отделение. Отделение открывать, да? Средственно-сосудистые там сделали отделение новое. Угу. Это сердце переводит. Ну, наверное, так. А давно делают это отделение? Ну, ну, сгод, наверное. Вот, да? Там оно было построено, просто нам переделали. Было построено его время. То, что переделали там. Обалдеть. Президент приедет открывать отделение, которое, к тому же, он к которому не имеет никакого отношения. Великолепно, я считаю. Мы будем следить. Петя, мы присматриваем. Мы знаем о поездке, готовящейся на Волынь вновь. Мы знаем о том, что бюджетников опять напрягают. А ты знаешь, что эти бюджетники говорят о тебе? Вот я когда-нибудь просто покажу, что они говорят на самом деле о тебе, Петя. И как они относятся к тому, что их как скот гоняют. Они же тоже меня смотрят. И они же тоже понимают, что вот это вот крепостные, все, это о них. На западной тебя очень любят. С каждым днем все больше. Ну, а теперь, собственно, то, о чем я хочу рассказать. Включаю я телеканал 1 плюс 1. И вижу свое видео. Скажите, вы уже отримывали? Сказали, я проголосую. Ага, я буду голосовать? Надо. Доброе утро. Интересно. В то время, когда СБУ хлопало мою сотрудницу и воровало ее с улицы, журналисты 1 плюс 1 сообщали о том, что это помощница пропагандистка, пропагандистка, которая готовила сюжеты для российских спецслужб. Вот такую вот фигню они выдали. В итоге, вы же знаете эту историю, служба безопасности нижайшая откланялась, отпустили нашу сотрудницу, а военная прокуратура указала на то, что были нарушения, когда ее задерживали. Но 1 плюс 1 об этом уже не рассказывали. А что, ничего страшного в том, что вы ставите видео пропагандистке, работающей на спецслужбе Российской Федерации, не? У меня записывала моя невеста, я копию паспорта, там давала и куда, по моему. Виявляется, Верховный Пан з усіх сил намагается втриматися за кресло, не только прагнучи підтасувати бюлетени, а и застосовывающие админресурсы. Ой, какие оппозиционные, посмотрите-ка, посмотрите, как они мочат Порошенко. А еще 2 года назад они мочили меня и моих сотрудников, которые мочили Порошенко. Они мочили тех, кто сражался с властью, клеймяя их последними словами. А сейчас, типа, не узнать, не узнать. Больше всего меня в этой всей истории раздражает, когда люди начинают писать. Посмотрите, они прозрели. Прозрели за месяц до Дембеля. Ага. Вы знаете, что эта программа была инициирована партией Петра Порошенко? Да, да. Вы знаете, что вы проголосовали? Да. Смотрите, без стеснения. Без проблем и без стеснения. А ничего страшного, что это видео взято с канала Шария? Не, ничего, да? Так, а вас перед этим кто попереджал? При подаче этих паперов? Да, да. А где вы подавали паперу службу социального захиста? Если раньше он обещал солдату... Поразительно. Поразительно. Я вам расскажу, что было на этом канале до того, как они начали мочить Порошенко. По указанию владельца. Ооо, российские пропагандисты в центре Киева. Помните эту историю? Напомню. Скопление. Настоящее скопление замаскированных всех. Агенты Кремля прокрались, смотрите, прямо в центр Киева. А что же они там делали, агенты Кремля? И как их зовут? О, Дмитрий Василец. Ребята из объединения Медиаиллюстрация запустили прямо в центре города Киева на экране. А не, Шария показывают. А что же там Шарий рассказывал? Наверное, о силе русского оружия. О том, что Путин йоу. О том, что надо отнять там Крым, Донбасс. Нет? Нет, он рассказывал о фейках. Просто о фейках и манипуляциях канала 1 плюс 1. Но они таким образом отомстили, рассказав о том, что вот это русский мир в центре Киева. Где здесь русский мир? Я до сих пор, когда читаю комментарии этих упоротышей, пишут, путинский там агент. Эти дегенераты даже ни одного видео не смотрели, я уверен. На большом экране одного человека. Как тебя не любить, Киеве? Осенним вечером на Хрещатику прокремлевский блогер Анатолий Шарий розбирал сюжеты ТСН. Прокремлевский блогер! Потому что каждый, кто атакует президента и разбирает фейки ТСН, это прокремлевский. Это же понятно. Информационная атака сторонников русского мира. Где там был русский мир? Это им все равно. Эти ублюдки вбрасывали свою ложь, абсолютно не задумываясь о последствиях, а иногда задумываясь о последствиях. Что я имею в виду? Они, именно они натравили СБУ на абсолютно ни в чем не повинных людей. Любитель ДНР, автор кремлевской агитки на Хрещатику, та организатор премии Геббельса, заперечуя свою вину. Любитель ДНР. Палки-прихильник ДНР, я бы даже сказал, да? Он еще и с оружием в руках убивал украинских журналістов. Сера зона позбавлена украинской альтернативы. Посібники терористов спокойно транслируют ролики на Хрещатику. Сергій Гальченко, Валентина Мудрик, Людмила Бадалян. Пособники терористов. Вот что делали эти мрази. Каждый дурак, который мне сейчас пишет. Посмотрите-ка, они прозрели. Или, а вы видели сюжет там ТСН? А вы видели? Нет, я не видел. А если видел, то плевал я на них. Скажи, Дима. Доброго дня, меня зовут Дмитрий Василец. Что я могу сказать по поводу журналистов из 1 плюс 1? Ну, во-первых, это то, что они причастны к тому, что я провел в тюрьме 2 года и 3 месяца. Это именно они занимались травлей в эфире. Меня, моих близких, Евгения Тимонина, моих коллег, моих друзей. Это те самые люди, которые помогали Службе Безопасности Украины создать информационный фон о том, что я якобы там сепаратист, террорист, агент Кремля. Это те самые люди, которые в конечном итоге абсолютно наплевали на журналистские стандарты, абсолютно наплевали вообще на понятие, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Это те самые люди, которых я почему-то год уже не могу привлечь к ответственности на суде, потому что Подольский суд в течение года не может рассмотреть мой иск о защите чести и достоинства в отношении этих нерукопожатных персон. Вот как бы все, что я могу сказать о журналистах из 1 плюс 1. Задумывайтесь над тем, кого вы сегодня вообще. Рассказывайте, вон смотрите прозрел, вон сегодня там подпрозрел. Завтра они все шлемы перестегнут. Обозреватель этот вонючий. Все вот эти вот каналы эспрессо. Они все завтра будут рассказывать о том, что вот Порошенко такой плохой был и все. И вы мне будете писать, друзья мои. Смотрите, они прозрели, что-то сильно поменялось. Те, кто были нормальными людьми, те остались. А мразь, в какую бы одежду она не рядилась, останется мразью. Потому что даже если завтра он наденет белые одежды чистые и выйдет к тебе и скажет, смотри, я их святой, то послезавтра придет вместе Порошенко, какой-нибудь Дорошенко, и он опять начнет бить по свободе слова, опять начнет натравливать на людей. Служба безопасности Украины, которую будут возглавлять там не Грицак, а Пацак какой-нибудь. Понимаете? Бороться нельзя по верхам. Нельзя. Вы знаете, как лес поджигают, чтобы потом его вывести. По верхам там. Подожгли, из-за этого Гонзюк убили, из-за того, что она с этим боролась. Подожгли, начали. Сгорели кроны, да. О, все, лес погиб, вырубили, потом продали. Нельзя бороться по верхам. Надо смотреть глубже, а глубже это вот в это вот, в эту вонючую пропаганду. Вы посмотрите на этого Бутусова, сегодня такой борец Порошенко. На всех этих подонков с 1 плюс 1, на которых клейма негде ставить. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока.